Ветераны будут ежегодно получать матпомощь ко Дню Победы. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Размер, а также период начисления будут устанавливаться правительством по согласованию с президентом. Сегодня в республике проживает 14 тысяч человек, которым предусмотрено пособие с 2022. В Беларуси пройдут учения «Запад-2021». Накануне в страну прибыли первые воинские эшелоны с российскими военными и техникой. Тема – применение группировок войск в интересах обеспечения безопасности. Полигоны двух государств примут служащих с 10 по 16 сентября. В стране продолжается республиканская акция по предупреждению ДТП с участием мототранспорта. Она продлится по 26 июля. Только за первые пять дней сотрудники ГАИ Могилевской области составили 215 административных материалов. Из них три – за управление в состоянии алкогольного опьянения и 24 – за отсутствие прав. БГУ увеличит количество дней работы приемной комиссии. Помимо заявленной шестидневной рабочей недели, документы можно подать в это воскресенье с 9 до 18 часов. Из-за наплыва абитуриентов и их активности в электронных кабинетах Всего ведущие вуз страны планируют набрать около 5000 студентов. На дневную бюджетную форму – больше 2000, на заученную – 231. В Бобруйске вновь разрешено купание. Открыты пляжи центральных, в шестом микрорайоне и санатории имени Ленина. В зоне рекреации здравницы Шинник заходить в воду по-прежнему запрещено. Напомним, штраф за это от 29 до 87 рублей. Нетрезвым отдыхающим грозит 8 базовых – это 232 рубля. Субтитры создавал DimaTorzok